Небывалое количество клещей прогнозируют в этом году эпидемиологи. Большому числу насекомых способствовала относительно теплая зима и ранняя весна. Не поздно ли ставить прививку и сколько раз в жизни можно вводить иммуноглобулин? Об этом не только. Мы сегодня поговорим с главным инфекционистом Алтайского края Валерием Шевченко. Здравствуйте. На прошлой неделе один довольно известный врач Барнаула сказал, что если человек хочет поставить прививку от клещевого энцефалита, то нынче делать это уже поздно. Ну впервые имеется в виду прививку ставить. Быть может мы неправильно поняли высказывание врача или это действительно так? На самом деле документы, регламентирующие сроки постановки вакцины против клещевого энцефалита в течение года, как бы ограничивающие эти сроки, его нет. Другое дело, что мы должны понимать, когда наиболее правильно и рационально в плане своевременности сформирования иммунитета и безопасности это сделать. Другими словами говоря, можно делать иммунизацию в течение всего года. Нет ограничений, но есть период, когда это сделать более правильно. И вот этот период можно обозначить двумя моментами. Первый – это классический вариант иммунизации, когда правильнее начать прививаться в конце осени, затем ревакцинация через полгода на весну, затем через год и каждые три года. То есть, таким образом, к предстоящему сезону активности клещей человек подходит уже с готовым иммунитетом. Если же по какой-то причине, например, неважно, осенью не успели, забыли, не до того было, вспомнили об этом только весной, существует так называемая ускоренная схема иммунизации, которая может уложиться в месяц. То есть, вот сейчас еще до того момента, пока не сошел снег, время не потеряно. И опять же, вот если сделать это сейчас, в ближайшее время, то можно полагать, что иммунитет успеет сформироваться, и к предстоящему сезону активности клещей человек будет также защищен. Но это не значит, что нельзя прививаться, например, в июне или в июле. Можно. Но тогда нужно четко осознавать, что на текущий сезон, на текущий период активности клещей защиты еще не будет. То есть, делать, если через месяц, через месяц, да, и так далее. В общем, ну, тогда полноценный иммунитет сформируется только к следующему периоду активности клещей. Вот только так. Предлагают поставить и отечественную, и зарубежную прививку за деньги, и бесплатно. Ну, наверняка, суть ее действия похож. И все же отличаются они друг от друга, вот отечественная и зарубежная. Ключевыми компонентами нет. Это точно. И более того, уже и жизнью доказано, что любой вариант вакцины эффективно одинаково работает на территории, вот, по крайней мере, Алтайского края. И как он тогда работает? Если так, доступным языком для обывателя? Ну, вводя вакцину в организм человека, мы стимулируем выработку специфических антител. То есть вот как раз вот того самого, как мы говорим простым языком, иммунитета. И независимо от того, будет это зарубежная или отечественная вакцина, иммунитет сформируется одинаково эффективно. Следовательно, мы как раз для того и делаем вот этот шаг, проводим иммунизацию, чтобы потом не переживать и не ломать голову, а что же делать и куда бежать в случае, если присосался клещ. Да, существуют же другие способы профилактики клещевого энцефалита, экстренные, так далее, медикаментозные. Вот когда человек привит против клещевого энцефалита, все остальные способы, методы, но они автоматически отпадают. Для этого мы это и делаем. Этим самым мы обеспечиваем некое спокойствие и благополучие в плане профилактики этой серьезной болезни. Ну вот к одному из способов давайте вернемся и чуть подробнее поговорим. Это страховка, которую предлагают уже сделать. Она дает нам гарантию, что нам железобетонно будет вакцина, то есть иммуноглобулин. Будет введен иммуноглобулин, да. Правда или миф, что иммуноглобулин можно дважды в жизни ставить, а дальше смерть, что ли? Ну, на самом деле, опять же, мы возвращаемся все к регламентирующим документам. Нет такого четкого определения, предписания правила, которое бы регламентировало количество введений иммуноглобулина. Один, два, три, десять раз, но никто не ограничивает. В интернете появляется такая информация, что с разным периодом иммуноглобулин дважды и не больше. Потом вред организму и не вернуть. Ваш настрой понятен, его можно объяснить каким образом. Надо понимать, что иммуноглобулин — это лечебный компонент. Да, действительно, он направлен на защиту организма от уже попавшего вируса. Он действительно снижает риски развития заболеваний. Но это чужеродный пилок, на который организм реагирует ровно так же универсально, как на все чужеродно проникающее в организм человека. И есть вероятность, что со временем, с очередным введением вот этого препарата, будет снижаться его эффективность. Вот поэтому, может быть, и возникают вот такие категорические заявления, что два-три раза и не больше, в плане того, что с одной стороны есть риск все-таки при повторном введении повысить вероятность аллергической реакции в том или ином виде проявления, а с другой стороны, все-таки есть риск снижения эффективности работы самого препарата. Ну и в завершении нашей беседы дайте несколько советов, что делать, если клещ присосался, ты его обнаружил, увидел. Ведь там есть определенный промежуток времени, если нет вакцины, вернее, нет прививки, то нужно поставить иммуноглобулин в первые три часа, если не ошибаюсь. Вот алгоритм действий. Алгоритм действий зависит от исходного состояния человека. Если он привит против клещевого энцефалита, то беспокойства по поводу развития этой болезни, конечно, уже не должно быть. Мы это с вами сейчас разобрали. Но мы четко должны понимать, что факт присасывания клеща несет в себе риск развития микс инфекции. То есть одномоментно при присасывании клеща в организм человека может попасть несколько возбудителей, помимо вируса. Возбудителей паралиоза, клещевого, осыпного, тифа, эрлихиоза. И поэтому есть необходимость, есть возможность исследовать этого клеща на факт наличия в нем возбудителя другого вида. Поэтому сам факт присасывания клеща не должен ввергать пострадавшего, назовем так, в панику. И заставлять максимально быстро каким-то образом избавиться от него. Вырвать, сжечь, воду опустить и так далее. То есть если пострадавший находится в пределах черты города, где-то недалеко, на приусадебном участке, и есть понимание, что в ближайшие десятки минут он сможет добраться до травмпункта, где ему аккуратно, качественно удалят клеща, сохранив его целостность, что позволит и провести его исследование, то лучше поступить так. Если где-то далеко от населенного пункта, от пункта оказания медицинской помощи, то приложить усилия максимально аккуратно и полностью извлечь его из тела. Если есть возможность исследовать клеща на наличие других возбудителей, тогда, конечно, целесообразно дождаться результата и по факту получения положительного результата провести профилактику и этих инфекционных болезней. Это сейчас тоже доступно, безопасно, эффективно. Но, по сути, курс профилактики укладывается в несколько дней приема антибиотиков. Куда клеща необходимо принести? Клеща исследуют в лаборатории Роспотребнадзора. То есть непосредственно туда несем или можно в поликлинике или в медпункте? Они сами передадут? Нет, непосредственно туда, поскольку... То есть сам человек должен насекомое... Да, поскольку эта организация имеет лицензию на проведение данного исследования. Да, насекомого привезти и отдать на исследование, и выждать несколько дней. В плане экстренной профилактики клещевого энцефалита, если человек не привезти, действительно небольшой запас времени не существует, но он составляет трое суток. А, все же трое суток. Да, и за это время необходимо решить вопрос о необходимости целесообразности, точнее, введения иммуноглобулина. В идеале, конечно, тоже этого клеща исследовать. И если, допустим, положительный результат на содержание вируса клещевого энцефалита, тогда есть смысл вводить иммуноглобулин. Если нет, то нет. Наверняка исследования так быстро не проходят. Нет, на самом деле специалисты в плане скорости исследования на вирус клещевого энцефалита укладываются в течение... То есть пока не узнаем результаты, лучше не ставить иммуноглобулин, верно? Если есть возможность исследовать клеща, то да, это рационально. А если нет, то лучше перестраховаться. Пока, да, пока, в общем-то, тактика, она определяется и таким образом. Спасибо за эту полезную беседу. Ну, а я напомню, что это было интервью с главным инфекционистом Алтайского края Валерием Шевченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова